25 декабря 1991 года Михаил Горбачев сложил в себя полномочия президента СССР, и Советский Союз перестал существовать. Самая большая в мире империя перестала существовать. Развалилась страна, которую знали и уважали на всех континентах. Мир изменился навсегда. В настоящее время среди историков нет единого мнения на то, что явилось основной причиной развала СССР, а также на то, возможно ли было предотвратить этот процесс. С вами Военная Техника 2, и сегодня мы вспоминаем события 26-летней давности и проводим свои расследования о том, как это было на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok В 1922 году на момент своего создания Советский Союз унаследовал большую часть территории, многонациональную структуру и мультиконфенциональную среду Российской империи. В 1917-21 годах Финляндия и Польша обрели независимость, провозгласили суверенитет. Литва, Латвия, Эстония и Тыва. Некоторые территории бывшей Российской империи удалось присоединить в 1939-1946 годах. В состав СССР были включены Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика, Бессарабия и Северная Буковина, Тувинская Народная Республика, Закарпатия, а также ряд других территорий. Как один из победителей во Второй мировой войне, Советский Союз по ее итогам и на основании международных договоров закрепил за собой право владеть и распоряжаться огромными территориями в Европе и Азии. Доступ к морям и океанам, колоссальным природным и людским ресурсам. Страна вышла из кровопроительной войны с довольно развитой для того времени экономикой социалистического типа, основанной на региональной специализации, межрегиональных экономических связях, большая часть которой работала на оборону страны. В сфере влияния СССР находились страны так называемого социалистического лагеря. В 1949 году был создан Совет экономической взаимопомощи, позднее введена в оборот коллективная валюта, переводной рубль, имевшая хождение в социалистических странах. Благодаря жесткому контролю за этнонациональными группами, внедрению в массовое сознание лозунга «Нерушимые дружбы и братства народов», СССР удалось свести к минимуму количеству межнациональных этнических конфликтов, сепаратистского и антисоветского толка. Отдельные выступления трудящихся, имевшие место в 1960-70-х годах, в большинстве своем носили характер протестов против неудовлетворительного обеспечения, социально значимыми товарами, услугами низкой заработной платы и недовольством работы властей на местах. В Конституции СССР 1977 года провозглашается единая новая историческая общность людей, советский народ. В середине и в конце 80-х годов, с началом перестройки, главности и демократизации, характер протестов и массовых выступлений несколько меняется. Составлявшие Союз СССР, Союзные Республики по Конституции считались суверенными государствами, за каждой из которых Конституция закреплялась право выхода из состава СССР, но в законодательстве отсутствовали правовые нормы, регулировавшие процедуру этого выхода. Лишь в апреле 1990 года был принят соответствующий закон, предусматривающий возможность выхода Союзной Республики из состава СССР, но после реализации довольно сложных и трудновыполнимых процедур. Формально Союзные Республики имели право вступать в отношения с иностранными государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими и консульскими представителями, участвовать в деятельности международных организаций. К примеру, Белорусская и Украинская СССР по результатам достигнутых на Явтинской конференции договоренностей имели своих представителей в ООН с момента ее основания. В реальности же подобные инициативы снизу требовали детального согласования в Москве. Все назначения на ключевые партийные и хозяйственные должности в союзных республиках и автономиях предварительно рассматривались и утверждались в Центре решающую роль при однопартийной системе и крыло руководство и полетбюро ЦК КПСС. СССР был образован фанатиками идеи. К власти приходили ярые революционеры. Основная их цель построить коммунистическую державу, где все были равны. Все люди братья, работают и живут одинаково. К власти допускались только фундаменталисты коммунизма. А таких с каждым годом становилось все меньше и меньше. Высший чиновничий аппарат старел. Страна хоронила генсеков. После смерти Брежнева к власти приходит Андропов. А через два года его похороны. Пост генерального секретаря занимает Черненко. Через год его хоронят. Генсеком становится Горбачев. Для страны он был слишком молодым. На момент избрания ему было 54 года. Для Горбачева средний возраст руководителей составлял 75 лет. Новое руководство оказалось некомпетентным. Не было уже того фанатизма и той идейности. Горбачев стал катализатором развала СССР. Его знаменитые перестройки привели к ослаблению моноцентризма власти. И союзные республики воспользовались этим моментом. Руководители республик стремились избавиться от централизованной власти. Как было сказано выше, с приходом Горбачева они не применули воспользоваться демаркотическими реформами. У региональных властей была масса причин для недовольства. Централизованность принятия решений тормозила деятельность союзных республик. Терялось время. Отдельные регионы многонациональной страны хотели самостоятельно развиваться. Ведь у них была своя культура, своя история. Некий национализм свойственен каждой республики. Многочисленные конфликты, протесты, путчи только подливали масло в огонь. А катализатором многие историки считают разрушение Берлинской стены и создание Объединенной Германии. Что-что, кризисные явления в СССР были характерны для всех областей. На прилавках катастрофически не хватало товаров первой необходимости. Выпускалась продукция недлежащего качества. Погоня за сроками. Удешевление сырья привело к падению качества товаров народного потребления. Неравномерность развития отдельных республик в Союзе. Слабость сырьевой экономики СССР. Жесточайшая цензура в средствах массовой информации. Активный рост теневой экономики. Ситуацию усугубили техногенные катастрофы. Особенно народ взбунтовался после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Плановая экономика в этой ситуации стала причиной многих смертей. Реакторы сдавались в эксплуатацию вовремя, но не в надлежащем виде. А всю информацию скрывали от людей. С приходом Горбачева приоткрылась завеса на запад. И народ увидел, как другие живут. Советские граждане почувствовали запах свободы. Им захотелось большего. СССР оказался проблематичным и в плане нравственности. Огромная страна держалась на сильнейшей идее построить светлое коммунистическое будущее. Идеалы коммунизма прививали с рождения. Садик, школа, работа. Человек срастался с идеей равенства и братства. Любые попытки думать по-другому или даже намеки на попытку жестко пресекались. Но главные идеологи страны старели и уходили из жизни. Молодому поколению не нужен был коммунизм. Зачем? Если нечего есть, ничего невозможно купить. Сказать. Сложно куда-то уехать. Да еще и люди гибнут из-за перестроек. Не последняя роль в крахе СССР отводится деятельности США. Огромные державы претендовали на мировое господство. И Штаты планомерно стирали союзные государства с карты Европы. Все эти факторы не оставляли даже шанса на сохранение СССР. Великая держава распалась на отдельные государства. Распад СССР начался в 1985 году. Михаил Горбачев, генеральный секретарь ЦК КПСС, объявил о начале перестройки. Если вкратце, суть ее обозначала полное реформирование советской системы власти и экономики. Что касается последней, то здесь пробуется переход на частное предпринимательство в форме кооперативов. Если брать идеологическую сторону вопроса, то декларировалось смягчение цензуры и улучшение отношений с Западом. Перестройка вызывает эйфорию у населения, которое получает невиданную по меркам Советского Союза свободу. И что тогда пошло не так? Да почти все. Дело в том, что в стране началось ухудшение экономического положения. Плюс обостряются национальные конфликты. Например, конфликт в Карабахе. В 89-м-91-х годах в СССР начинается тотальный дефицит продуктов. На внешнем поле ситуация не лучше. Советский Союз сдает свои позиции в Восточной Европе. Просоветские коммунистические режимы свергаются в Польше, Чехословакии и Румынии. Тем временем население уже не в эйфории из-за дефицита продуктов. В 90-м году разочарование советской властью достигает предела. В это время регализуется частная собственность, образуются фондовые и валютные рынки. Кооперация начинает принимать форму бизнеса западного типа. На внешней арене СССР окончательно теряет статус сверхдержавы. В союзных республиках зряют сепаратические настроения. Массово объявляется о приоритете республиканское законодательство на союзном. В общем, всем ясно, что Советский Союз доживает последние дни. С начала 12 июня 1991 года президентом РСФСР стал Борис Ельцин. Михаил Горбачев пока еще оставался президентом СССР. В августе того же года был опубликован договор о Союзе Суверенных Государств. К тому времени все союзные республики объявили о своем суверенитете. Таким образом, СССР прекращал существование в своем привычном виде, предлагая мягкую форму Конфедерации. Войти туда должно было 9 из 15 республик. Но подписание договора было сорвано старыми заядлыми коммунистами. Они создали Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП и объявили о неподчинении Горбачеву. Вкратце. Их цель не допустить развала Союза. А затем случился знаменитый августовский пущ, который также знаменито провалился. В Москву вели те самые танки. Защитники Ельцина блокируют технику троллейбусами. 21 августа колонну танков выводят из Москвы. Позже членов ГКЧП арестовывают, а Союзные республики массово заявляют о независимости. 1 декабря на Украине проходит референдум, где провозглашается независимость от 24 августа 1991 года. А 8 декабря последний гвоздь в группу СССР был забит. Россия, Беларусь и Украина как учредители СССР констатировали, что Союз СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование. И объявили о создании СНГ. 25-26 декабря органы власти СССР как субъекта международного права прекратили свое существование. 25 декабря о сложении своих полномочий заявил Михаил Горбачев. Советский Союз был крупномасштабным проектом, но ему суждено было потерпеть крах, так как этому способствовала внутренняя и внешняя политика государств. Многие исследователи считают, что судьба СССР была предопределена с приходом власти в 1985 году Михаила Горбачева. Официальной датой распада Советского Союза стал 1991 год. А наш сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами была «Военная техника-2» и рубрика «Как это было на самом деле». Комментируйте, ставьте лайки или же дизлайки. Не забудьте подписываться, а также добавляться в друзья. Всего вам доброго, увидимся в следующем выпуске на канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok